Зная ли я своего ребенка? Такие вопросы возникают у родителей довольно часто, когда они сталкиваются с агрессивным или гиперактивным поведением своего чада, когда невозможно предсказать, что он сделает в следующий миг. Не знает этого и он сам. Действует, не задумываясь о последствиях, хотя плохого не замышляет, и сам искренне огорчается из-за происшествия, виновником которого становится. Понятно, что такой ребенок вызывает беспокойство и раздражение взрослых, нередко считающих, что он не хочет сосредоточенно работать, не хочет подчиняться дисциплинарным требованиям. У меня плохое поведение в школе. Какое плохое? На что жалуются? Матюгаюсь. Угу, так, еще что? Удерешься иногда. Удерешься. Мама, слушаешься? Не всегда. Беда ребенка заключается в том, что он не хочет, а не может вести себя соответственно школьным правилам поведения из-за специфических нарушений функционирования мозговых систем. Уже 10 лет научные сотрудники САФО занимаются исследованиями в этой области и работают с расстройствами поведения у детей и подростков Архангельской области. Мы делаем даже маленьким детям с 3-х летнего возраста. В ходе последнего анкетирования учеными института было обследовано более 300 детей из двух Архангельских школ. Высокий уровень агрессивности был обнаружен у 50 из них. Выявлялся уровень агрессивности, наличие синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, симптома комплекс которого входит импульсивность, а также наличие расстройства поведения. Потому что при расстройстве поведения дети очень часто создают проблему в обществе, то есть они могут приносить ущерб окружающим, физический, моральный. Очень часто другие дети страдают. Родители, например, могут целым классом настроить учителя против этого ребенка. И очень часто родители вот таких детей приходят и говорят, мы не знаем, что делать, нас отчисляют и школы. В настоящее время среди родителей и педагогов все чаще бытует мнение, что гиперактивность – это всего лишь поведенческая проблема, а иногда и просто распущенность ребенка как результат неумелого воспитания. Причем чуть ли не каждого ребенка, проявляющего в классе излишнюю подвижность и неусидчивость, взрослые причисляют к разряду гиперактивных детей. Такая поспешность в выводах далеко не всегда оправдана, так как синдром гиперактивности – это медицинский диагноз, право на постановку которого имеет только специалист. И здесь необходима диагностика нейроэнергометаболизма мозга. Аппарат показывает изменения, отклонения от нормы у детей с высоким уровнем агрессивности, то есть мозг находится в состоянии перевозбуждения. Нейроэнергометр, разработанный отечественными учеными, выявляет патологические состояния, свидетельствующие о различных расстройствах с мозговой деятельностью у человека любого возраста. Но исследования с его помощью агрессивных состояний у младших школьников, а также последующие лечения, ученые САПО начали одними из первых. В настоящее время мы стали применять транскраниальную микрополяризацию для лечения агрессивных детей, которая проходит очень успешно, потому что дети становятся спокойнее, улучшаются психические процессы для учебной деятельности, внимание, память. Ну и как бы все нормализуется, и отношения в школе, и дома. А драки были в школе? Нет. То есть, как тебе кажется, что оно у тебя положительно действует? Да. Трансграниальная микрополяризация – это воздействие электрического тока на определенные участки головного мозга. Кроме этого, применяются методы биологической обратной связи. Продолжительность лечения каждой из методик от 10 до 20 сеансов. Ничего не чувствуешь, да? Очень хорошо. На первых сеансах дети ничего не чувствуют. Потом уже чувствительность восстанавливается, начинает чувствовать пощипывание, покалывание. С помощью нейроэнергометра можно диагностировать и противоположные эмоциональные состояния, которые в детском и подростковом возрасте требуют ранней коррекции. Здесь и по расцветкам увидеть, да, вот если это показатели нормы, то здесь мы видим энергоэнергомет снижен. Отрицательные значения говорят за то, что вот либо истощение нервной системы, да, и требуется отдых, витаминные какие-то, да, препараты, либо это депрессия, что тоже требует коррекции. Как показал опыт, накопленный учеными САФО, такой метод не только эффективнее, но и безопаснее медикаментозного, предполагающего применение антидепрессантов. Параллельно психологами института ведется работа и с родителями маленьких пациентов, для того, чтобы ситуация в семье не спровоцировала рецидив. Алексей Макеев, Сергей Земских, Дмитрий Коротов, Медиа-центр САФО, Арктический мост.